В среднем в день с жалобами на укусы клещей в учреждения здравоохранения обращаются от 10 до 25 человек, сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Всего за 7 месяцев текущего года за помощью медиков из-за клещей обратился 2991 человек. Примерно столько же за аналогичный период прошлого года. Надо сказать, что сейчас, август и сентябрь месяц, мы будем наблюдать второй пик активности эксодовых клещей. И он совпадет с массовым посещением населения лесных массивов для сбора грибов и ягод. Поэтому необходимо помнить о мерах индивидуальной защиты, мерах профилактики клещевых инфекций, что при укусе клещей его можно снять или самостоятельно, или в любой организации здравоохранения и там же получить обязательное профилактическое лечение. В третьей декаде июля специалисты зонального центра вновь провели окорицидную обработку зон отдыха в урочище Пышки, Румлево, Лососно, в сквере микрорайона Ольшанка, а также в неорганизованных местах отдыха, где вместе с тем часто бывают горожане. В августе также запланирована обработка зон отдыха в городе Скидель. Эти меры довольно эффективны в качестве профилактики укусов клещей, однако соблюдение правил безопасности каждым, кто отправляется на прогулку в лес или парк, поможет минимизировать риски. Врачи рекомендуют не пренебрегать репеллентами, тщательно подбирать одежду и обязательно проверять себя, детей и животных после прогулки. Заметить паразита бывает не всегда просто. К слову о братьях меньших, их клещи любят кусать гораздо чаще, чем людей, и именно животные – их основная цель. Поэтому стоит позаботиться также об их защите от укусов в летний период. Специальные ошейники и регулярный осмотр позволят избежать проблем со здоровьем домашнего любимца. Редактор субтитров А.Семкин